Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Стагирию Подвижнику Увещание первое. Продолжение. Ну как мудро, или вернее, как безумно суждение тех, которые, не желая делать ничего доброго, придумывают и говорят все, чтобы вину собственных грехов сложить на Бога. Если бы, говорят они, Бог не попустил, то дьявол и не приступил бы, и не прельстил сразу. Но тогда Адам и не узнал бы, какое имел он благо, и никогда смирил бы ни с моей гордости. Кто так высоко думал о себе, что надеялся быть Богом, но что не дерзнул бы, если бы не был вразумлен? Предположим, что дьявол не внушил бы ничего Еве, и ни слова не сказал бы ей о древе. Неужели в таком случае прародители не пали бы никогда? Нельзя этого сказать. Кто так легко послушался жены, тот и без дьявола сам по себе скоро впал бы в грех. Зато подвергся бы еще большему наказанию. Притом и в настоящем событии ни одно обольщение дьявола было причиной всего зла. Но жена влеклась и собственную похотью и пала. На это было указано и Писание сказав. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов, и ела. Бытие 3.6 Говорю это теперь не с тем, чтобы освободить дьявола от обвинений в коварстве, но чтобы показать, что если бы первые люди не пали добровольно, то никто не заставил бы их пасть. Кто так легко принял обольщение другого, тот и прежде обольщение был бы обеспечен и невнимателен. И дьявол не имел бы такого успеха, если бы вступил в разговор с душой, бодрствующей и внимательной. Но есть люди, которые, когда их опровергнут с этой стороны и оставив дьявола, обращаются к заповеди, и не касаясь согрешившего человека, обвиняют Бога и говорят, для чего он дал людям заповедь, когда знал, что они согрешат. И это слова дьявола, и измышления ума нечестивого. Бог да заповедь показал большее попечение о людях, нежели когда бы он не дал ее. Это видно из следующего. Положим, что Адам, которого воля была так беспечна, как показали последствия, не получил бы никакой заповеди и продолжал наслаждаться блаженством, к худшему или к лучшему повела бы его беспечность и изнеженность от этих наслаждений. Для всякого очевидно, что он ничем не озабочен и дошел бы до крайней степени зла. Если он, еще не уверенный в бессмертии, только сомнителю надежду на него дошел до такой гордости и безумия, что надеялся сделаться Богом, хотя и видел, что обещавший Ему это ни в каком отношении не заслуживает доверия, то до какого безумия не дошел бы он, если бы, несомненно, обладал бессмертием, какого бы не сделал греха, стал ли бы когда-нибудь повиноваться Богу. Обвиняя Бога, поступаешь так, как те, которые стали бы винить запрещающего блудодеяния за то, что услышавшие эти запрещения станут блудодействовать. Не крайне ли безумны такие слова? Если бы к человеку, не получившему заповеди, дьявол приступил с советом отступить от Бога, то легко склонил бы его в этом. Потому что кто по получению заповеди призрел давшего ее, тот, если вовсе ничего не слыхал от него, скоро позабыл бы даже то, что он находится под властью Господа. Поэтому Бог свою заповедью заранее научил его, что он имеет Господа, которому во всем должен повиноваться. Но скажут, какая польза произошла от этого? Если бы даже никакой пользы не было, это следовало бы оставить в вину не Богу, предавшему наставление, а человеку, который не внял этому прекрасному внушению. Между тем, дарование заповеди не осталось бесполезным и после ее нарушения. И то, что первые люди скрылись, исповедовали грех, и старались сложить вину преступления, муж на жену, а жена на змея, все это показывает, что они убоялись, вострепетали и признали над собой власть Божию. А как полезно было от сатанинской надежды быть богами, перейти к такому страху, это понятно для всякого. Тот, кто мечтал о равенстве с Богом, так смирил, уничижил себя, что боится наказания и мучения и признается в грехе своем. Но бессознательно грешить, не бессознательно грешить, а скоро замечать и сознавать грех свой. Есть дело весьма важное, начало и путь ведущий к исправлению, и перемени к лучшему. Продолжение следует.